Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Наконец-то все растаяло, но на улице еще немножко держит минус. Это очень хорошо, потому что, когда минус, я могу сюда приехать к своей земляночке на машине и привезти вот такую вот кучу вещей. Сегодня я без подстраховки, без каких-либо помощников. Сегодня я полностью сам. Объем работы большой не планировал. Кстати, смотрите, в прошлый раз же сломал топор. Купил такой топор. Сегодня надо будет наколоть вот эти дрова. Если хватит времени, то еще немножко подрежу, наколю. И как многие писали в комментариях, хотя я раньше миллион раз говорил, что вот здесь поскладирую вот эти нарубленные дрова. То есть здесь будет такой дровник. В общем, в планах сегодня еще тут навести по землянке небольшой марафет. Сделать еще кое-какие мелкие работы. И основная цель, ребята, здесь нужно сделать интернет. Вот смотрите, я вам сейчас покажу телефон свой. Вот, кстати, по красоте не получилось. Ну, смотрите, вот одна палочка у меня здесь, Киевстар работает. Но зачастую не работает. Вот это реально сейчас удача, что вот одна палочка работает. У меня еще есть там другой оператор, но он, короче, видите, там вообще сети нет. То есть зачастую здесь связи чаще нет, чем она есть. И при таком уровне сигнала, само собой, не может идти никакая речь о нормальном интернете. У меня давно была идея, что с землянки я хочу запустить стрим. То есть прямой эфир сделать, там посидеть, пообщаться с подписчиками, ответить на какие-то вопросы вам. Но, сами понимаете, при таком уровне сигнала ни о каком хорошем интернете и стриме не может идти речь. И у меня уже давно сидела эта идея в голове сделать хороший, качественный интернет. И я, короче, нашел такую суперкрутую антенну. Правда, я ее еще не тестил, честно говоря, потому что, ну, особо условий для теста не было. Я вчера ее с почты забрал и в городе не мог ее протестить, потому что там, в принципе, везде хороший сигнал, везде 4G LTE. В общем, такая вот антенна, она усиливает 4G сигнал. То есть направим ее в какую-то сторону, там покрутим, повертим, посмотрим, где лучше. И выходят с нее два таких провода, смотрите. Вот. И вот эти провода мы подключаем к беспроводному роутеру, в котором будет стоять сим-карта. Ну и в теории, если все сработает, у нас будет более-менее нормальный, стабильный 4G интернет. И в будущем можно будет здесь сделать какой-то стрим. В общем, если у нас сегодня с интернетом все получится, то в конце видео я анонсирую, когда будет стрим с моей земля. В любом случае, если здесь будет нормальный, надежный, стабильный интернет, можно делать как стримы, так играть в какие-то онлайн игры и вообще много-много чего другого делать. Кстати, ребята, по поводу игр. Многие наверняка когда-то, как и я, играли в Perfect World. И я недавно узнал, что не выпустили, вот недавно совсем, мобильную версию игры. Лично я не мог не поиграть в Perfect World Mobile, ибо для меня это такая ностальгия. Мне сложно вам, ребята, передать то чувство, когда ты играешь на телефоне в легендарнейшую игру, только уже не на ПК, как раньше, а в своем смартфоне. При этом получилось у разработчиков, как я считаю, очень даже годно. Первое, что кидается в глаза при входе в игру, это крутейшая графика и спецэффекты. Широкие возможности настройки качества графики в зависимости от производительности вашего смартфона. В игре можно летать, сражаться в воздухе или под водой. Развивайся как в PvP, так и в PvE битвах, и все это в огромном игровом мире. Perfect World имеет простую и понятную систему обучения новичков, в которой разберется любой желающий, так как игра имеет понятный, красивый интерфейс и управление. В Perfect World недавно вышло серьезное обновление. В расе зооморфов добавлен новый класс убийцы. Играть убийцами понравится особенно тем, кто любит играть в стелс-режиме и наносить смертельные удары. Также добавлены новые локации, эпические квесты, а это значит, что можно быстрее начать доминировать в PvP над другими игроками. Друзья, я очень рад, что Perfect World наконец-то выпустили мобильную версию игры. Ссылку на нее я оставлю в описании, переходите, качайте. Я надеюсь, что мы конкретно с вами встретимся на PvP-арене вместе. В прошлой серии, ребята, я пытался канатом заделывать вот эти щели, но гвоздиками здесь неудобно прибивать. То есть прибить можно, но не всегда получается канат в таком положении, как хотелось бы, чтобы оно было максимально красиво заполняло вот эти щели. Я вот сейчас на момент съемки, у меня 5 февраля, я только вчера выпустил тот ролик, вечером начитался комментов, что вы советовали. И вот понравились в основном комментарии, в которых вы говорили, что нужно это все дело приклеить на клей. Я думал, короче, на какой клей приклеить и решил на термоклей приклеить. В общем, раньше никогда этим не пользовался, вот полностью новенький, смотрите, термо-этот пистолет клеевой. Сейчас будем его распечатывать, разбираться, как он работает. И ради только вот этого одного пистолета, чтобы его запитать, я принес сегодня опять генератор. Думаю, стоит, ребята, начать с того, что приклеивать будем канат, так сказать, закроем хвосты, которые не сделали в прошлый раз. Ну, а самое интересное, интернет оставим на потом. Для меня, честно говоря, тоже большая интрига будет, будет ли оно здесь работать или нет. Давайте сейчас посмотрим. Все, связи уже нет. Все, генератор запущен. Подключаем к нему переносочку. И приступаем к приклеиванию, ребята, каната. Все, в принципе, мы находимся в землянке. И практически даже не слышно. Если отнести подальше, то вообще слышно не будет. Ну, сегодня у меня рабочий чистый день, даже ночевки никакой не будет. Поэтому, я думаю, потому что он там чуть-чуть худит, ничего страшного. Разогрелся уже пистолет, уже, смотрите, уже клей выходит, если нажимать чуть-чуть. Честно, первый раз с таким клеем работаю. Давайте попробуем. Я даже не знаю, будет ли оно держать. Ого! Самое прикольное, что даже не знаю, сколько его так держать надо, чтобы оно взялось. Надеюсь, что быстро застынет, потому что стены не такие теплые, как сам клей. Да, вроде держится. Ну, что, я думаю, так, каждых сантиметров 15-20 буду брать. По капельке клеить. Местами здесь, наверное, все-таки... Давайте положим пистолет. Так, местами здесь, наверное, в два слоя все-таки буду брать, потому что щели толстые. Смотрите, если вот одной веревкой это все заклеить, будет некрасиво. А если вот так... Уже, блядь! А если вот так в два взять, то, в принципе, будет получше. Многие говорили, что надо просто забивать, чтобы щели забить, чтобы сквозняк не тянул. Но щели уже, ребята, забиты пеной. Так что, думаю, сквозняк тянуть не будет. Ну что, поехали дальше. У меня, кстати, термоклей с таким пистолетом почему-то с Мамиксом ассоциируется. Потому что я вот раньше любил древние видосы Мамикса смотреть, и он часто что-то клеил таким. Промежуточный такой момент. В общем, начал крепить на саморезы, поменял технологию. Местами, видите, две веревочки беру, местами одну. Ну, главное, чтобы красиво было. В принципе, если так со стороны посмотреть, то даже, знаете, оно не кидается в глаза, что тут одна веревка, там две. Оно как-то все сливается. В принципе, занятие это несложное, но и не такое быстрое. Потому что как-то, ну, вот сколько я, три ряда проложил и немало времени на это потратил. Ну, сегодня, надеюсь, хотя бы одну стенку заделаю. Потому что в планах было все вот это заклеить. Ну, я так понимаю, что все, я не успею. Надо, короче, все-таки с помощниками сюда ехать. А не самому, с помощниками как-то больше всего успеваю. Кстати, многие реально подметили, я что-то сам не задумывался, но так после ваших комментариев подумал, что и правда. В прошлый раз я был здесь с женой, и вдвоем с женой больше успел, чем с каким-либо помощником. Надо было опять жену убрать, наверное, опять бы больше всего успели бы с ней. В прошлый раз у меня что-то далеко дело с дровами не зашло. Ну, сегодня я думаю, что эти я легко перерублю. И еще, наверное, даже, если хватит времени, то подрежу и еще, может, наколю. Оу, штатив прям улетело. Кстати, кто-то писал, что не умею ядрова рубить. Сразу видно, что городской, не сельский житель. Ну, ничего как бы, не могу же я все уметь рубить. Ну, пробовал пару раз. Говорят, за головы нельзя брать замах. Ну, я не знаю, мне так удобно, я так рублю. Вот, кстати, хороший совет был. Слишком мелко не рубить, дольше гореть будут дрова, и больше тепла давать. Поэтому большое спасибо тебе, дружище, кто это писал. Конструктивным советом я всегда рад. О, видите, не за головы взял замах. Еще, кстати, в прошлый раз я, когда рубил дрова, кто-то говорил, что слышал лай собаки где-то за кадром. В общем, ребят, как я говорил, что, ну, места эти не охраняются. И я, на самом деле, часто тут встречаю каких-то охотников. Ну, я как бы их не снимаю, чтобы не посвящать их в процесс, чем я занимаюсь тут и так далее. Ну, чтобы не привлекать, так сказать, лишний интерес. Ну, и они тоже ко мне особо не лезут. Иногда там поздороваются, иногда не поздороваются. Поэтому, ну, как бы места не совсем покинутые. Но целенаправленно вряд ли кто-то тут найдет мою землянку. Только разве что случайно. Дрова перерубил. В принципе, занятие это было достаточно быстрое. Послушался ваших комментариев, сильно тонко не рубил. В принципе, если надо будет щепки на растопку, то всегда их можно подколоть немножко. А так, пускай такие толстые будут. Дольше клеть будут, потому что тяга у меня в печке сумасшедшая. Ну, и расход дров тоже, в принципе, немаленький. Ну что, сейчас все это дело переношу в землянку. Складаю под лестницу туда. Мне кажется, все пространство я ими не заполню. Но ничего, в другой раз приедем сюда, еще заготовим. Может, если будет время, то еще и сегодня заготовлю. Хотя сегодня уже вряд ли, потому что много времени и так на все ушло. В общем, что, переносим их. Так, ребята, супер красиво не получилось их поскладывать, потому что они, во-первых, все разной длины. Во-вторых, есть вот такие кусочки. Я такие диски просто разрубил. Есть куски, которые были очень сучкастые, они рубились. Пришлось их пилой разрезать. Ну, и как-то за счет того, что они все разнобойные, красиво не получилось поскладывать, поэтому красиво поскидываю в кучу. Вот сейчас все с улицы накидал сюда в землянку, на ступеньки. И буду сейчас отсюда закидывать. Потому что по 10 раз спускаться, подниматься, очень много времени занимает. Так, ну что-то я сотрю, дров маловато. Совсем маловато. Дровник большой. А я его, ну, в лучшем случае наполовину заполнил. Может, даже меньше. Наверное, сейчас все-таки надо будет пойти еще подрезать. Решил, ребята, что дров будет маловато. И остаток этого бревна решил тоже дорезать и разрубить. И тогда, в принципе, выйдет, что целое дерево. Я порезал, порубил. Может, еще и вот эту ветку спиляю. Или ладно, пусть на другой раз лежит. На какой-то голодный день. Я думаю, тут тоже нормально будет. На какой-то месяцок. Может, даже и хватит дров. Так. Дорезал то дерево почти до самого конца. В общем, тут такой кусок. Не смог его до конца прорезать. Он на земле прям лежал. Не хотелось в землю пилой запиливаться. Сейчас как-то его надо будет расщекрыжить. Ну, и вот эти такие пенечки старался плюс-минус одной длины резать, чтобы удобнее складывать было. Но складывать уже, в принципе, не получится. И оп! Что-то, что-то, короче, пошло не по плану. О! Ой, так плохо рубится. О, раскололся. Да, ребята, второй заход явно побольше будет, чем первый. В общем, загородил весь проход. Сейчас спускаюсь как-то вниз. Главное, не травмироваться. И будем складировать. Давайте. О! Попробуем. Надеюсь, не упаду. И меня тут ничего не придушит. Оп-оп-оп. Так, смотрим. Ну, да, наверное, все не поместится. Ну, ничего. Что не поместится, будет под стол складываться. Ну, все, ребята. Можно сказать, что дрова заготовлены. Потому что я, честно говоря, думал, сейчас немножко нарублю. Ну, полный, думаю, капец, вообще никак не нарублю. Подрезал раз. Оказалось, мало. Второй раз как-то получилось. Вроде самих пеньков вот этих меньше было. Но они шире были. И, кстати, из-за того, что на земле лежали были сырые, рубились тяжелее намного. Надеюсь, на месяц какой-то или два даже хватит. Посмотрим. Старался такими потолще кусками рубить, чтобы как-то дольше горели. Потому что расход у печечки такой немаленький. Оно как в самолет все улетает туда. Все-таки видео, наверное, называется, что я интернет провел. Давайте, наверное, сейчас сделаем интернет. И посмотрим, что из этого получится. Давайте тут размотаем вот эти провода. Ребята, инструкции никакой к антенне нету. Есть вот такая пластина, такой кронштейн. Сейчас попробуем его на полку сюда закрепить. Ну что, ребята, берем вот эту антенну 4G LTE. Надеюсь, что меня не обманули. Потому что, честно, будет очень обидно. Я уже реально настроен стрим делать. И напишите в комменты, хотите ли вы увидеть стрим с землянки. Потому что я бы, например, очень хотел бы постримить с землянки. Ладно, крутим и поднимаем. Конструкция собрана. Сейчас поднимаем ее. Я думаю, тут где-то установим. Сейчас как-то за эти поддоны зацеплю. Это как бы временно. Оно сейчас буквально 10-15 минут поработает. Может, я в интернете даже посижу. И мы будем это все дело снимать. Потому что оставлять здесь что-то боюсь. А то то ли охотники какие-то, то ли просто кто-то случайно будет проходить, увидит, ох, какая-то штука на палке. Не знаю, зачем она мне, но в хозяйстве пригодится. Знаете, какой у нас народ. Все, что криво лежит, надо забрать с собой. Поэтому оставлять не буду. Берем вот эту тычку. И проводов хватило. Надо только будет распутать. Ну что, идемте. Попытаемся где-то надежно ее установить. Правда, что она болтается нехорошо. Но ничего. Если все-таки будет интернет работать, это будет видно. На стрим уже закрепим как-то жестко. Может, даже, кстати, напишите какую-то идею, чем можно заменить вот эту палку чем-то более жестким. Вот такую трубу я алюминиевую сюда не смогу ни привезти, ни принести. Возможно, что-то разборное в магазине продается от чего-то. Короче, пишите. Думаю, очень поможет мне ваш совет, ребята. Было принято такое временное решение. Просто спереть сюда. Потому что, ну, как бы жестко. Не вижу смысла сейчас это все дело фиксировать. Поэтому временно пускай постоит так. Смотрите, кстати. Провода с запасом. То есть тычку вот эту можно делать в теории длиннее. Либо он может на какое-то из этих деревьев залезть. И на дереве даже закрепить. Но, в принципе, я думаю, можно такой переходничок с переходником таким, то есть провод купить. И добавить длины, если на это будет необходимость. Так, следующий этап. Вот, ребята, вот этот роутер. И сюда нужно вставить две вот эти антенки. Там тоже два выхода. Получается, один сигнал, если не ошибаюсь, по горизонтали хватает. Второй по вертикали. В общем, подключаем. В общем, ребята, прошло минут сорок. Я встаю, не двигаюсь. Уже околел. Поворачивал, вертел антенну в разные стороны. Я не знаю, что я не так делаю. Ну, короче, пока что самую лучшую скорость на скачивание добился. 3 мегабайта. А на загрузку что-то оно, видите, вообще печалечка какая-то. Сейчас буду дальше крутить антенну. В общем, снега сейчас не видно. Ой, смотрите, какая-то фантастическая скорость здесь. Итак, всем привет, дорогие друзья. Прошло уже много дней. Короче, у меня тогда не получилось с интернетом. Я стоял долго, матерился. Что-то ковырял в настройках. В общем, не получилось. Вышел на связь с Криосаном. Он сказал, что сделает мне интернет. Но проблема случилась такая, что у нас очень сильно все замело снегом. Смотрите, как мы идем. Потому что ни на машине, ни на лошадях, ни трактором, ничем туда пробраться нельзя. Вон только следы каких-то животных. Колян несет рюкзак, килограмм 30. Мы с ним периодически меняемся. Рюкзак очень тяжелый. Кстати, здесь, смотрите, вот сколько снега почти по колено. Здесь проще идти. Потому что перед этим мы только что шли. Там такой подлый снег был. Вот вроде на него становишься. Вроде можешь стоять на нем. Потом хоп, резко так проваливаешься. И каждый раз надо выбираться с этих сугробов. В общем, вы поняли, ребят, почему долго видео не было. Потому что к землянке добраться нереально. Ну вот, ко мне приехал Виталий Зеленый. Привет. Вон пирожуля там где-то улыбается. Только что плакал, что тяжело ему идти. Скажи, вот насколько снег попадает сюда. Я вон штаны какие-то старые подобрал. Сейчас где-то на перекуре буду либо впихивать, либо обвязывать. У пацан, у меня гамаши такие есть, мтаковские. У меня как бы просто там чуть-чуть влага попадает. А вот у пацанов вообще через сапоги резиновые. Внутрь, короче, песка, ну не песка, а снега набралось. Вот насколько много снега. А я еще иду и мне какать хочется. Самое тяжелее Калину, у него тяжелый рюкзак. Будем меняться. Сейчас он мне его передаст. Ну что, ребята, если обычно до землянки идти минут сорок, то сегодня мы будем часа два с половиной идти. Потому что идти по такому снегу очень тяжело. Смотрите, ребята, какой девственно чистый лес. И тут какие-то такие следы каких-то животных. Какие-то зигзаги оно тут рисовало. Вот такими восьмерочками типа бегало. Ну и мы вот так идем по снегу. Давай, давай, не ной, пошли. Такой путь проделали. Уже надо, короче, добраться до землянки. Что, меняемся, Колян? Давай, скидывай рюкзак. Очередной привал, ребята. Закончился у нас. Два раза я, два раза Колян несли рюкзак. Сейчас на кабачка этого одеваем рюкзак. Сейчас посмотрим, как он ныть будет. Он всю дорогу просто ноет. Когда камера включается, он такой супергерой. Ну что? Ну что, нормальный рюкзак? Поверни сюда. Возьми вот эти вот две штуки. Чуть назад не упал только что. Натурно чуть назад не упал, пацаны. Самое обидное, ребята, что камера этого всего не передаст. Как реально тяжело. По лесу было проще идти. А вот здесь идешь, смотрите. Короче, вот такая корочка небольшая. И оно так проваливаются ноги. Вот где-то глубже, где-то не глубже. Ну здесь, кстати, легко, здесь мелко ходить. Ну вот тут только что с леса, когда вышли, и тут пипец был. И это тоже неравномерно растягивает. Не, он пояс не затянет. Он пояс не затянет уже. Так, кабачок пошел, давай, давай. Пошел. Нет. Рюкзак реально, ребята, тяжелый. 30 килограмм это даже, ну, для похода в нормальных условиях это тяжело будет. В таких условиях, когда вот ноги в снегу, это жесть. Ну кабачок молодец. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, иди, прокладывай бульдозер как. Пошли сюда. Давай, вот. Колян нашел тропу тут более-менее мелко. Дива. Это типа лайфхак, лайфхак. Вот так вот, ребята, и передвигаемся. Подсними лучше поле. Так, красота. Вон, кстати, лэпку видно, смотри. А, да. Я сейчас, может, на телефон подсниму. Проваливайся уже. Оба, пошел. И вот, ребята, когда вот так на эту корочку становишься, и потом проваливаешься, то быстро силы, короче, уходят. Так, подсниму лэпку немножко. Продолжается наша экспедиция. Смотрите, кабан, подвинься. Смотрите, ребята, что мы увидели. Я полагаю, это какие-то животные, скорее всего, дикие кабаны, что-то нас сами своими рыли. И вот такое вот после себя оставили. Короче, стремное место. Они траву эту хавают, смотри. Давай, короче, не будем тут задерживаться. Тихонько, быстренько, просто, мол, уходим. Да, и к лесу, наверное, не будем подходить лучше. Кабаны же самые дурные, да, кого в лесу можно повстречать? Нет. Волки, скорее всего, они не будут нападать на людей. Кабан тоже не будет, если он не будет кричать. Мы спокойно возник пройдем и все. Самые опасные кабаны. Да, я тоже знаю, что это кабаны. Если он на тебя уже агрессирует, то ты от него бежишь только на дерево. Ух ты, е-мая, а тут деревья. Ну, поэтому держимся вот поближе, короче, к столбам и к деревьям. Очередной привал, уже где-то около двух часов, наверное, идем. Скорее всего, последний привал. Отсюда нам еще 15 минут, я думаю, не больше идти. Да не, больше. Ну, 20 максимум, и мы уже в землянке будем. Надо будет привал, где сделать. Там, где поворот, понял, как мы машину, эту новую дорогу сделали. Когда первый раз, ты допомнишь, туда и пойдем. Там привал сделан. Да. У нас вода начинает замерзать. Ну, будем стараться, короче, без привала добраться. В принципе, тут можно. Да, реально чуть-чуть осталось. Километр. Километр, может. Километр, ну, по такому снегу это вообще не чуть-чуть. Да, у нас, ребята, скорость километра полтора в час. Километр. Привалы, короче, это все уравнивает до того, что мы где-то километр в час идем по такому снегу. Короче, что? Я не облако сделал. Небольшая передышечка и двигаемся дальше. Пацаны еще не видели мою землянку. Но мы настолько устали. Мы сейчас минут 15-20 отдышимся и пойдем в землянку, потому что снег реально по колено. Фух. Ну что, вытрушиваем снег и заходим. Наносили дров немножко. Вот. Виталик хапку принес. Вот я принес охапочку. Колян уже распаливает печку. Сюда скидывать, да? Да, сюда бросай. Сейчас еще пирожуля принесет. Так. Виталик, можно тебя? Потом сделаем. Потом все, в землянку идем? Я хочу, чтобы ты мне в кадре попозировал. В общем, ребят, сейчас с Виталиком и пирожуля идем в землянку. Я им буду показывать. Короче, наверное, мы в землянке ночевать не будем, потому что мы не поместимся все. Там два спальных места, мы как бы все такие немаленькие, поэтому, ну, как бы даже по двое на одной кровати мы не поместимся. Поэтому, наверное, будем спать в доме. Я бы, конечно, в землянке переночевал, но как-то, знаете, посиделки с друзьями, оно как-то все-таки повеселее будет, чем в землянке переночевать. Тем более, что вот с ребятами не так часто видимся. Что-то пирожок застрял и несет дрова. Он много взял, а снег много, оно сложно такое. Да он немного взял. Стридет, как пьяный. Он снег взял. Реально три полена взял. Ты даже так кумекнула сильно. Ты что так идешь? Ты так идешь, как будто уже мекнул. Трошки мекнул. Давай, иди. Иди, ждем тебя, сейчас в землянку идем. Он с тобой фуфырик пронес и уже мекнул. Бояры фуфырик. Бояры. Что, пацки, идемте. Проведу пацанов в землянку. Они еще ее не видели. Как бы ничего вроде сложного нету дойти до землянки каких-то 50 метров от дома. Но, ребят, такой снег, что... Что, короче, это проблема пройтись даже 50 метров. Хоть мы прошли далеко не один километр по этому снегу. Так, мы, короче, пока сюда добирались. Выкупили такую тему, что кто первый идет, кому сложнее всего. Тот, кто с рюкзаком у нас шел, он всегда был последним. Потому что первые ему, типа, пробивали маршрут. А по чужим следам уже проще идти. Серег, я говорю, тема такая, когда все идут за три камеры и все снимают. Это смешно со стороны. Да, главное, чтобы мы говорить друг другу не мешали. Так, подходим. У, пацаны, а там двери, наверное, замело полностью сейчас. Вот это землянка моя. А сейчас ты не скажешь, да, со землянкой? Да, тупо как будто гора снега. Какая-то животинка бегала. Смотрите, вот такие странные маршруты у нее. Вон банька наша. Что, пацаны, сегодня в баню пойдем, кстати? Давай завтра. Завтра? Да, давай завтра. Нужно отойти. Реально, пацаны все замерзли. Так, вот тут где-то дверь надо найти. А ее просто ты открываешь... Бля, окна все замело, короче. Там сейчас темно. Капец, вот это снег. Так. Ты на окно не отступил, наверное. Не, окно... Дверь где-то вот тут, короче. Блин, реально, пацаны, не могу дверь найти. Слушай, будет выстроенность и ты на окно отступил. Не, окно там дальше. А, правильно? Я ж как бы... Нафиг пульки провалиться. Я ж как бы строил, я знаю. О, хомороз очень хороший. Так, что, это вот дверь. Надо ручку найти. Ты просто поднимешь и снег? Да, да, да. Зайдет. По идее, как да. О, нашел ручку, пацаны. Вставьте. Так, стоп. И... Помогайте, потому что тяжело. О, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, палец пролезь, нифига. И... О, с поднизу дверь хватай, с поднизу. Не могу. С поднизу двери. Так не могу я пролезать. И вниз двери за свою руку, да. И... Раз. И два. Ух, не пила себе снег. О, о. Намело. Чуть-чуть снега попало. Ох, не знаю, это либо намело тогда еще, либо это сейчас насыпали, когда двери открывали. Ну, хорошо, ребята, что тамбур есть. Кстати, смотрите, окна. Окна, короче. Тут темно. Ой, тут тепленько. Да, из-за того, что окна снегом засыпаны, полностью темно. А теперь попал. Никакого не видно. Ух. Так, смотрите, пацаны, сколько ядров заготовил. Кстати. О, лакнет сосной, так классно. Классно, сосной. Да. Здесь обычно очень светло, но просто, смотрите. Слушай, круто. Потолок промерз. А это из-за того, что окна, понял, снегом засыпаны полностью. Слушай, а на видео все по-другому будет. Я хотел сказать, на видео у вас такая здоровая, кажется. Так она здоровая, что она маленькая. Она здоровая, не гони. Мне наоборот. Ты попробуй построить такую сперва, слышишь? Сперва что-то сам сделай, в этом критикуй. Кровать, игру. Соксерок затолкали, да, строили? Мне наоборот они меньше казались. Тут можно в полный рост спокойно спать. Да, мы, короче, вот четвером тут не поместимся просто, видишь? Ну, типа, подвоя на кровать это как-то будет. Ну, да, мы, я говорю, кстати, ребят, решили, что... Кстати, заметьте, ребят, все. Мы вот только что были с ребятами в доме, и в землянке теплее, чем в доме. Вообще намного. Ну, не намного, но пару градусов. Ну, слушай, я... Я уже просто это раньше... Я раньше это замечал, что в землянке теплее, когда даже печку не топили. А если печку растопить, тут вообще песня ракета будет. Спокойно, я же говорю, можно... Ну, мы все равно должны сегодня, ребята, сделать какие-то посиделки в землянке. Девочек подвешиваешь? Да, девочек подвешиваю. Вот, видишь, две цепочки, чтобы за две подвешивать девочек. Короче, ну, идемте наверх. Зимёнка, тебе респект. Давай еще раз скажи, чтобы все слышали. Давай, скажи при людях. Зимёнка, то пушка, мы ее сегодня с Виталией спарим. Как набьемся? Я вас спалю, блин. Я ее столько строил. Блин, я как-то, честно, ребят, ждал очень долго в гости. Думал, что это по-другому будет, что мы что-то тут поделаем, туда-сюда. Но реально, ребят, в машине очень много вещей оставили. И, как бы, кроме еды и воды особо сложно что-то было нести. Поэтому у нас просто сегодня такие посиделки будут. Я думал, что мы пару видео тут с пацанами снимем, но, видимо, я просто это досниму видео. Так, ну мы еще вернемся сегодня в землянку. Какие-то небольшие посиделочки возле камина в землянке будут. А пока что просто дверку закрываем, смотри. Снега, капец, гора. Да, ну что, идем печку жечь в доме и отогреваться. Это капец, что с моими ногами. Смотри, смотрите, ребята, что у Виталика с ногами мокрые полностью. Короче, надо прогреться ребятам. Все-таки землянка, конечно, быстрее прогрелась, но мы там все не поместимся. Я вам скажу так. У меня у одного, у кого сухие ноги. Потому что я не сильно выделаюсь, но у меня очень крутые мтаковские ботинки. И мтаковские гамаши. Они, короче, помогали, чтобы вот мне сюда не попадал снег. Ну, конечно, я левую ногу плохо обул. И мне чуть-чуть залезло снега, а правая полностью сухая. Ну, левая не то, что мокрая, она влажная. Короче, что, сейчас посидим, погреемся, растопим. Чуть-чуть прогреем хату и пойдем топить уже землянку. В общем, ребята, казан у нас стоял только что вот тут в печке. Потому что на улице у нас не сильно получилось. В общем, такая вот у нас похлебка получилась. Картошечка, мяско и грибочки. В общем, очень вкусно. Решили в землянку сегодня уже не идти, потому что тяжелый реально день был. Тяжелый путь. Завтра утром уже, короче, пойдем в землянку. Да только согрелись, вот только-только. Да, реально, вот печка только нормально прогрелась и начала тепло в хату отдавать. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы с вами встретимся утром. Ну что, ребята, всем доброе утро. Смотрите, сколько дыма идет с дымохода. На часах. О, на часах только 7.30, даже 7.25. Идем сейчас к пацанам. Я пришел, растопил печечку. Вчера, в общем, что-то все такие замерзшие были, отогрелись. Там уже не хотели никуда идти, ничего, хаботиться. Решили, что утром уже пойдем растопим землянку и здесь позавтракаем. В общем, с зеленой с пирожком проснулись немножко пораньше, приготовили кушать. Сейчас там уже доготавливали и должны были как бы идти уже ко мне. Но что-то они идут. Тогда идем к ним, посмотрим. Может, они уже все съели. Все, ребята, взял казан, приготовили в хате. У нас супер технология, прям в печку засунули казан. Думали, что что-то загорит, но вроде получается. Я думаю, у нас тоже такое уже кто-то придумывал. Ну что, давайте посмотрим, что Виталий утром приготовил. Вот такую кашу, видите, казан не полный, потому что кабан уже нажался, короче, спит уже. Тут свинина, яйца, рыбы и картошечка. Короче, выглядит эта смесь вкусно. Особенно когда голодный. Да, пахнет вообще яйцами. У меня, кстати, слишком много, наверное, яиц. Десяток. Десяток. Ну, зато оно так все загустело. Так, вот наша печечка горит, кстати. Надо бы уже подкинуть, наверное. Ну и что, и можно приступать кушать, ребята. О, завтрак у нас такой, насыщенный, знаешь, сытный. Потому что у нас еще предстоит дорога. И плюс день у нас сегодня еще, если все получится по планам, то кожа будет такое насыщенная. В общем, ребята, у меня вышел такой вот видеоролик. Немножко неожиданный разворот событий получился. И немножко съемки этого ролика затянулись. Но я думаю, вы сами видели, какой снег. Понимаете, как сюда тяжело добираться. Мы сегодня постараемся снять еще один ролик. Он будет возле землянки, но, скорее всего, не связан с землянкой. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а с вами, ребята, был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч, всем пока.